Ну, Анатолий, давайте, вы. А, Анатолий, здорово, да. Я не знаю, даже, в общем, с чем начать. Значит, там была постоянно поставлена проблема относительно образования накурального ряда. Ты лучше начни сначала, так как бы, пояснение какие-то, должны же быть предварительные. Сначала, с самого. Куда ты смотрел, родные, да? Ну, значит, есть такой интернет-журнал, называется «Лаканали», посвященный психологии и психологическим разным штукам. Выпуск был посвящен меланхобии. Депрессия, мы прочим, значит, вопросам по этому поводу. И в качестве одной из статей в этом журнале была статья посвящена лакановской алфере. Известно, что лакан очень часто использовал всякие разные математические теории для, скажем так, некого обоснования и иллюстрации своих работ, своих теорий. И один из вопросов был посвящен проблеме натурального ряда, образованию его, теории множества и прочих вещам. Значит, суть заключалась в том, что натуральный ряда представляет из себя некое множество. И для того, чтобы это самое множество возникло, необходимо нечто такое, чтобы это множество как бы сдавало, объединяло его в то самое, что называется множество. Там же также закасался вопрос относительно множества, которое бы включало и не включало и все остальные множества и прочие вещи. Так вот, ключевым элементом в подходе является ноль. Ноль рассматривается как некое пустое множество, которое и порождает самим собой, или задает весь остальной дворный ряд. Тогда единица будет являться включающим ноль, два является включающим в себя единицу и ноль, и так далее, соответственно. Три это тоже. То есть стандартный ряда, я не помню, как это называется, введение. Сематика Клеана это называется. При этом ноль одновременно как бы является частью множества и в то же время имя не равен, но он как бы выпадает из него. Является вот таким чем-то и входящим, и не входящим, как бы не тождественным себе или неравным себе. Вот как бы вкратце. И как о чем, собственно, вот эта лаканатская новина? Дело в том, что у него есть такое понятие, называется имя отца. Это вот некий такой закон, вынесенный за рамки языка, который структурирует некие элементы психики. То есть некий отец, как законодатель или как господин, он уходит, он умирает, остается его тело. И несмотря на то, что самого отца уже нет, как бы его некий дух влияет на его сыновей, и они как бы ограничивают себя в определенных поступках, продолжают следовать его закону, несмотря на то, что самого отца уже не существует, он уже мертвый. И получается, самого отца как бы нет, он выключен, но в то же время он влияет, он действует, он задает последующий порядок. Вот в этом как бы аналогия, что ноль его не существует, он выключен, и в то же время он является залогом того, чтобы весь этот ряд и все ли все множество могло существовать. Мне это показалось интересным, потому что мы постоянно в рассуждениях крутимся вокруг каких-то таких очевидных для нашего представления вещей, попыток объединить что-то в целое. То, что, скажем, лежащие предметы всем привычной морковки, вот одна, два, три, вот как бы вместе, это три штуки, это кажется очевидным, явным, вот на столе не лежат. При том, что, возможно, механизм, которым мы их объединяем, намного более сложен или, как сказать, не так очевиден, не так прост. Потому что есть такая интересная штука, называется ардинальное число и кардинальное число. Ардинальное число – это то число, которое определяет, как сказать, последнее названное в пересчете. Один, два, три, четыре, пять. Вот пять, на том, о чем я остановился, будет ардинальное. А кардинальное – это вот пять в целом все вместе взято. Поэтому, как бы, ардинальное может меняться в зависимости от расчетов, а кардинальное в совокупности в целом не меняется. Не знаю, как это поможет дальнейшим рассуждениям, но такое сходство того, что подобная тема в совсем неприучном ресурсе и месте встретилась, мне показалось, интересным совпадением. Ну, это, собственно, все. То есть эта тема интересна всем, даже психологам вот так можно резюме? Ну, вот, да. Мне показалось интересным то, что, как бы, вот, наличие этого выключенного элемента, который задает, собственно говоря, и последовало, то есть это множество. Вот такой шаг мне показался интересным. Потому что множество не возникает, как бы, само собой. Вот есть некая сила, или директива, или закон, который его, как бы, задает. Ну, правильно. Никакая сила, которая порождена, это множество, но... Но оно не производно из самого ряда. Как бы так начнется. Чего оно? Оно не производно из самого ряда. Как бы оно не порождено самим ряда, оно из... Проряд порожденный, да. Вот. Мы пытаемся из нераваряда породить правила, из постоянных переходов, указанных вот, 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 во время как здесь используется, как бы, обратно берем, что сначала некое правило, которое производит или упорядочивает. И порождает весь порядок. В чем? Муанс. Да, так это, может быть, самое интересное и есть. Когда мы задаем правила, когда задаются правила, и эти правила... Правила перехода от эндово-эдемента к эндово-эдементу к эндово-эдементу к эндово-эдементу. Да. Ну, может быть. Но не то здесь самое интересное. Вообще говоря, это, конечно, забавно. Теоретико-множественная попытка оправдать натуральное число. Но несовершенно. Поэтому я тоже над этим думал. Думаю, что надо двигаться вне зависимости от этого теоретико-множественного подхода. Ну, по крайней мере, по-моему, общепризнанно, что в математике теория множеств, вот в этих версиях Сармила Френкеля, она как бы, ну, на сегодняшний день, как я понимаю, самая предельная возможность обосновать натуральный ряд и, собственно говоря, всю математику. Непонятно, непонятно. Если вы покопаетесь в наших докладах на философском штурме, там я показываю, как экзаксиоматике и Сармила Френкеля оказываются некоторые противоречия. Ну, например, берешь сферу, режешь ее на три, по-моему, части, на четыре части ее режешь, потом из этих кусков складываешь сферу объема в два раза больше. И так далее. Что, как бы, так странно, он терминит Сармила Френкеля и порождает. Это некая программа, некая попытка обоснования математики. А эта программа, ну, скажем так, мягко, не завершена. Не, я только имел в виду, что на день сегодняшний, кажется, ничего более другого не предложено. Ну, это попытка обосновать математику средствами некоторых, через теоретико-множественный подход. Который тоже несовершенен. Ведь, Олег Михайлович, что здесь интересно, о чем Анатолий-то несказанного? Постулируется некое пустое множество. Такое, которое является подмножеством любого другого множества. Да. Но мы вот к этому уже никогда не сможем прийти. Потому что у нас нет ситуации положенности перед. Для того, что какое-то множество различить и понять, что в нем есть какое-то подмножество, то, так называемое, пустое множество, его надо положить перед нами. И таким образом анализировать. Мы же на этой стадии никогда не окажемся. И поэтому для нас такой теоретико-множественный подход, он является неким поздним разговором. Достаточно поздним. Которому стоит апеллировать, о котором стоит знать. Но который не является для нас указующим. Ну да. Говоря в терминах, предлагаемых Олегом Михайловичем в теории, пустое множество необходимо созерцать. Да. Без этого все остальные шаги просто будут невозможны. А некоторая просто множественность, неопределенная множественность, она вполне себе получается в результате этого указывания и удержания формы в качестве причины. Да, еще с позиции древнего грека можно поставить на эту самую ситуацию. Ситуация пустого множества для древнего грека невозможна. Для него ноль-то невозможна. Но греки же не знали. У них они не знали, соответственно, они могли понять пустое множество. То есть существовала мощная традиция, которая такие сущие, как и бесконечности, запрещала рассматривать. То есть для греков бесконечности запрещено, но точно так же запрещено ноль с пустым множеством. И тоже странно как бы, но тем не менее вот этот подход, который тормозил развитие всего человечества на протяжении, если верить нормальной хронологии, на протяжении двух тысячелетий, который просто запрещал использовать ноль, по крайней мере, в европейской традиции. Ну, латинские цифры же не знают ноля. Ну да, конечно. А почему, на каком основании? По-моему, мы думаем о том же самом, что и не было бесконечности. Ну вот нельзя было много мыслить. Они просто не умели это мыслить. И соответственно, у них нет никакого знака никакого. А как только он появился в Европе, логарифмы появились уже буквально. Казалось, простая конструкция, но логарифмы появились уже в течение 50-60 лет. Появились логарифмы. Так быстро? Да. И потом все понеслось. И погресс, и анализ бесконечно мало, все понеслось бешеными темпами. Только это когда был снят какой-то психологический запрет на мышление нуля и, ну, как следствие, пустого множества. Но это, согласитесь, это же дикость множества, которое является под множеством любого множества. Это как вообще говоря? Что это за множество такое? Оно не содержит одного элемента. Оно не содержит одного элемента, значит оно не существует. А тут что-то такое и ноль. Так, вот это все. Это вот в эти вещи последствия. Поэтому очень важно остаться на позиции древнего грека, да? И запретить человечеству мыслить ноль. Я бы сам вернулся к первоздавному состоянию, в котором так напряженно и мучительно мечтал Хайнкер. То есть вернуться к основе, да? Да, 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 к истокам бытия через запрет нуля. Да, через запрет нуля, в словом, прекрасно. И отказа от логарифмов. Ну, в этом, да. Тут достаточно от нуля отказаться, остальное отвалится само просто. Да, поэтому перфагомейские рассуждения с они действительно были возможны. Были очень интересны, почему и как они работали с натуральным рядом. Не знаю, нуля. Инновационная философия. А? Кафедра инновационной философии. Для натурального ряда ноль не нужен. Да, мне нужен, безусловно. Натуральный ряда ноль не нужен. А для чего он нужен? Да, для всего остального нужен. Ноль нужен для того, что когда вы... Есть такое понятие глупы, да? Что такое понятие глупы? Это некоторое множество, которое как бы работает с какой-то операцией с одной. Вот, например, есть операция сложения. Чтобы из натурального ряда сделать глупу, надо сказать, что каждому элементу, например, троги, должен быть обратный ряд, например. Минус три. То есть минус три плюс три будет ноль. Вот где-то ноль нужен. Как только ноль появился у нас, у нас натуральный ряд превратился в так называемую группу относительно операции сложения. Еще раз, что такое группа ряд? Это когда есть некое множество, на нем задано... Может быть, это не дуральный. Да, это уже натуральный ряд. Целые числа. Да, да. Группа – это когда есть у нас некая одна операция, и по отношению к этой операции у нас есть единица, то есть когда мы, например, прибавляем этот самый элемент, и получается тот же самый элемент. Есть понятие обратного элемента. Тройки – это минус тройка. Интересно, что относительно операции сложения единицей выступает ноль. А если взять те же самые натуральные числа и попытаться его сделать относительно операции умножения, есть операция умножения, есть операция сложения, из кучи всяких остальных операций, чего такого нет в этой математике, то тогда у тебя в качестве единицы будет выступать единица. Но для того, чтобы натуральный ряд превратить уже в группу относительно умножения, его нужно превратить не в ряд целых, то есть уже не минус, тринус, пять, пополнить его как бы отрицательными числами. Надо будет вводить дробные, так называемые, рациональные числа. Например, чтобы у нас операция к трем, а обратная операция по отношению умножения была, то это одна треть, то есть на треть умножаем на три, получаем единицу. А для того, что относительно сложения, если три взять, то обратное другое будет минус три, потому что три плюс минус три будет равняться нулю. А ноль в группе целых чисел относительно операции сложения выступает в качестве единицы. Ну это вот такие вещи. Это вот такое основополагающее понятие группы. Вся математика, по большому счету, она вот вокруг этого вращается. А почему ноль выступает в качестве единицы? Потому что единица по определенной теории группы это такая вещь, что если на нее умножить, то получишь то же самое число. Если в качестве вот этого умножения групповой у нас выступает с операцией рассложения, значит ноль плюс три будет три, ноль плюс четыре будет четыре, ноль плюс пять, таким образом относительно операции сложения говорят, что ноль в группе целых чисел выступает в качестве единицы. Здесь, правда, еще понятие левой единицы и правой единицы. Это более хитрое понятие. Оно состоит, что ноль плюс три равняется три плюс ноль. Это не всегда так. А числа, в которых а плюс б равняется б плюс а, да, называются коммунитативными. Или абилируем группами, иначе. А бывают, что это за штуки, а бывают группы некоммунитативные, например. Ну, не знаю, знакомый такой, понятие, например, векторного произведения, или произведения двухмагатриц квадратных, два на два. Вот и там, если а умножить на б и будет не равно, б умножь на а. Понятно, да, тоже? Совершенно непонятно. Непонятно, да, вот смотрите, простая же вещь вообще. Тогда у нас называется ее, у нас есть какая-то операция какая-то, прошу прощения за это. За операция здесь нольком ее обозначают, нольком. У нас есть некое множество, ну, там, какой, ну, какой-то z, например, множество. И вот у нас есть элементы а и б, принадлежащие этому множеству. И вот тогда у нас вот это, справедливо, видите, а умножить на б равняется б умножить на а. Или а, в качестве нолька может быть плюс, а плюс б равняется б плюс а. То, таким образом, у нас такая группа называется коммутативной. Вот такое выполняется не всегда. В общем случае, это не выполняется. Это справедливо только для умножения, для обычных чисел, и для сложения еще кое-либо чего. Но в основном, группы, они не коммутативные, то есть не обильные. Вот такая вот эта вещь. Простая же вещь. Что такое единица? По единице и по определению. Называется, когда а на б для любого числа б равняется б. Вот так. Легко понять, если у нас вот этот хужочек, у нас нолик, нолик, ой, сложение обычное, то в качестве единицы выступает ноль. Его умножаешь, складываешь с б, получаешь опять б. Если у нас в качестве этого кружка выступает умножение, то в качестве единицы выступает единица, потому что единицу умножаешь на б, получаешь опять б. Всегда. Везде. Но для абильевой группы есть понятие левой единицы, правой единицы. Они бывают не равны, потому что а умножить на б, она умножит равняться б. Но если ты возьмешь, здесь представишь, например, левая единица, Б умножишь на единицу на Б, то она будет не равна этому самому Б. Это понятие делая и правая единица еще есть. Вот так хитро бывает. Поэтому у них есть две замечательных вот эти вещи. Еще есть другое более интересное понятие, называемые делители нуля. В числах их не бывает, но когда ты на какой-то делителе нуля умножаешь любой элемент, он опять превращается в ноль. Это более хитрый случай, например, когда ты берешь вот эту точечку. И всегда. Тогда он называется вот такой какой-то... Точнее, как его там назвать? Ну, по-другому. Словной такой называемый. Будет равняться ноль, вот такой длительный нуля. Но это более сложный случай. В случае чисел таких вещей не бывает. Ни натуральных, ни относительно операции сложения, ни относительно операции наложения. Поэтому, какой магистральный путь? Как только появился ноль, у нас появилась понятие группы, да? Нам сразу же стало интересно. А должен появиться обратный элемент. Ну, что такое обратный элемент по определению? То есть, средний держит путь. Что такое обратный элемент по определению, да? Это такое элемент, минус b. Такое, что складываешь его с b и получаешь ноль. То есть, нашу эту самую вот единицу. Законно. Для умножения это будет... Вот если у нас есть сложение, да? Если у нас есть умножение, операция, это умножение крестик, то это будет единица на b, умножить на b, будет равняться единицей. То есть, единица нашей этой группы. Вот тоже вот так очень интересно. Это обратный элемент. И когда мы захотели из ряда натуральных чисел, что для нас может быть важно, получить группу, то есть так, чтобы для каждого b, то есть, для четверки, для пятерки, для семерки, для восьмерки, был обратный, то есть, как бы, минус b, то мы тут же взяли эту линию, вот эту линию, и протянули ее в обратном направлении. Но для этого у тебя должно быть нолик. У греков его не было, поэтому у них и вообще совсем была катастрофа. Вот. То есть, получились цифры минус 5, минус 6, минус 7, минус 8. Как только мы захотели, взяли другую операцию и рассмотрели, операцию умножения, тоже сказали, давайте сделаем из него группу. Но это означает, что у нас должен появиться какой-то вот этот обратный элемент. То оказалось, что 1 на b. Вот это будет равно 1. Что у нас получилось? У нас появились числа типа m с делить на n, где m и n, это у нас целые числа. И таким образом, у нас множественный натуральный ряд, автоматически пополняясь, превратился в ряд рациональных чисел. Но это еще более интересно. Мы начали думать, на что? А если мы будем из этих, из m и n сооружать некие пределы последовательности, бац, 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 последовательности. Давайте мы их сделаем. И они будут иметь некие пределы. Ну, к какому-то числу сходиться. Ну, когда там, типа, архиеса черепаха. Тыц, 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 тыц. Выяснилось, что когда есть такие эти штуки, то у них есть эти пределы и они тоже называются числами. Но эти числа в таком виде непредставимы. Это числа число е, основание правильного логарифма. Число пи. Какие-то представимые. Греки не знали. Некоторые ряды сходятся. Да, некоторые ряды, да. Ну, вообще. В принципе, есть такие, которые не сходятся в процентуальной числе. И у нас получилась следующая эта фундаментальная вещь. То есть мы ряд рациональных чисел превратили в область действительных чисел. То есть пополнили таких. И выяснилось, о чем нам, к сожалению, на докладе было не сказано, откуда появился понятие кардинального числа, кардинала. Выяснилось, что вот такие множества. И стало очень интересно следующий вопрос. Каких чисел больше? Вот таких рациональных, или вот этих чисел рациональных плюс и рациональных такого вида. Или натурального ряда. Каких больше? Как их сравнить? У тебя же обычно бесконечные множества. Вопрос невозможный для греков. Совершенный. Но возможный для настоящей математики. И вот возникло понятие этого кардинального числа, то есть мощности множества. Выяснилось удивительная вещь, что натуральный ряд вот этот самый, 1, 2, 3, 4, 5. И такой ряд М раздлительного ряда и возникает одновременно мощностью. То есть мы можем любое рациональное число, М раздлительное ряда, то есть 5 шестых, например, такое число, или какое-то, его пронумеровать натуральным рядом. Мы можем посчитать все рациональные числа. Да, мы все рациональные числа можем, а оно называется счетным, счетным множеством. А здесь выяснилось, что и рациональных, это доказывается, гораздо больше. То есть посчитать их нельзя. То есть их, да, натуральным рядом их представить нельзя, их посчитать нельзя, их гораздо мощно. И вот к этому имеет как раз отношение ординарного и кардинального числа. А вот и рациональных чисел посчитать нельзя? Да, их гораздо больше. Их гораздо больше. И там много всяких гипотез, выяснилось, что на самом деле это число еще не является максимальным. А есть другое число, когда берешь отрезок какой-то, и множество всех подмножеств вот такого, множество, но еще более мощное, чем вот это. Все тоже удивительно. А между ними одна из гипотез. Когда берешь отрезок, где неравномоченный просто... Отрезок, да, но множество подмножеств каждого множества, вот его, он будет два капа, так называемый. Два капа. То он оказывается все больше. И существует большое количество всевозможных гипотез. Я могу просто действительно лекции на эту тему читать. Существует большое количество различных гипотез, но одна из них состоит, что между мощностями вот этого числа и вот этого, на таком ряду натуральных чисел, нет посередине какого-то другого множества, которое с одной стороны нельзя было посчитать, но с другой стороны мощность которого была бы меньше вот этого множества. То есть пи, корни из двух, чего-либо еще. Вот такого как бы нету, считается. И считается, что нету больше, например, чем два капа и так далее. И это специальная наука. Люди, математики, презрев богатое наследие древних греков, научились не только считать бесконечные множества, но еще и сравнивать их мощность. То есть говорить, в каком из бесконечных множеств чисел мощности. То есть разные бесконечности, на самом деле. Много разных бесконечностей. И высказывать все-таки гипозиции, что посередине их ничего нету. И пытаться это каким-то образом доказывать. Вот такая вот странная вот игра. К чему вот это имеет отношение различие между ординарным числом и кардинальным? Потому что когда мы имеем конечное множество, например, множество чисел 1, 2, 3, 4. У тебя число 4 будет ординарным числом обычно. А 4 будет количеством миллиметров данного множества. Тогда говорят, что мощность его равна 4. Но есть, бывает, мощность еще бесконечного ряда чисел. Это натуральный ряд, он же рациональное число. Это множество иррациональных чисел. И это 2к, по так называемых. Вот такие вот вещи. То есть кардинальные числа все три? Да. Но гипотеза состоит в том, что только три, да. Что больше их нету как бы. Что больше нету кардинальных чисел. Но одна из гипотез не доказана. Говорят, что их три. Но это сложная математическая задача, не доказанная на сегодняшний день. Как это решить? Какие-то гипотезы высказываются. Может, что-то ее уже где-то посередине что-нибудь доказали уже. Вот я не знаю. Надо ослеживать данные. В контексте наших разговоров, мне кажется, любопытным вот этот переход. Потому что, мне кажется... Кстати, я тоже напишу что-нибудь на доске. Ну, все сошел. Ну, что ты в сошел. Тут только начни писать на доске. Потом не остановить. Все побегут. Просто мне вот что представляется интересным. Вот когда возникает идея ноля, что, собственно, происходит радикально другого по сравнению с точкой зрения Олега Михайловича. что вот этот вот ряд чисел становится созерцаемым. Это лучше всего видно, когда ты писал вот это значение этого самого нуля. Значение этого самого нуля состоит в том, что там 3 плюс минус 3 всегда должно быть 0. Это же такое точка зрения на числа возможно только тогда, когда мы уже воспринимаем их в качестве некоторых созерцаемых сущностей. И после этого начинаются вот все эти замечательные приключения, о которых сейчас говорит Игорь. Которые происходят в математике. Вот в контексте нашего разговора, может быть, мне важно видеться только один момент. А что мы можем сказать по поводу перехода от такого деятельного мышления натурального ряда, как получается у Олега Михайловича, к созерцательному мышлению натурального ряда? Потому что ведь как бы революция произошла только в этом, насколько я понимаю. Ты это выражаешь словами, что просто был запрет некоторый психологический блок. Ну, он думал, что он был непонятно похожим на его психологический. Ну, да, религиозный, Бог его знает. Мое предположение другое, что просто к этому ряду нужно было отнестись как к созерцаемому, и тут как бы все началось. То есть выяснилось, что 0 и 1 такие специальные места, относительно которых происходит, собственно говоря, вращение остальных чисел. Но это появляется только тогда, когда ты начинаешь созерцать эти числа. Вот о возможности перехода от мышления деятельного, от деятельного мышления натурального ряда, к созерцательному мышлению натурального ряда. Вот здесь, мне кажется, можно подумать, что, собственно, происходит. А дальше, ну, дальше наука, математика. Да, потому что, получается, что мы всем телом считаем. Прямо всем своим телом и считаем. И все. Да. Это такой интересный счет такой, плотный. Да. Это как бы... Да. Достоинство этой точки зрения состоит в том, что показывается, как вырастает из чистой метафизики, из чистых метафизических тезисов, вырастает вполне всем знакомый натуральный ряда. Но, правда, не совсем тот, потому что в нем нет единицы и в нем нет нуля. А единицы и ноль возникнут в своем нормальном виде только если мы начнем его созерцать. Но в равных концепциях Олега Михайловича созерцать не получается. Если ты начинаешь созерцать, то просто умирает всякое дальнейшее развитие, какой-то апокалипсис происходит. Да. Поэтому Хайделе прав. Надо вернуться обратно. Ну, хорошо. Давайте попробуем еще раз справиться. Это вот... Ситуация, которую условно можно назвать сложением. Значит, начиная с указывания, мы попадаем в ситуацию, когда форму воспроизводит себя. Вот-вот. Затем мы вводим в это воспроизведение ситуацию последования, то есть порядковый счет. Затем ситуацию прибавление, увеличение, количественный счет. Все это делается все равно на основе воспроизведения формы себя. В основе того и другого счета лежит переход. Переход. Но переход понятый как переход к чему-то. К следующему или к большему. В обоих случаях, поскольку переход есть переход к чему-то, то переход от того, к чему совершается переход, так или иначе не различается. Даже при количественном счете, когда мы сначала мыслим переход, затем мыслим то, к чему совершается переход, сохраняя мышление перехода, получая таким образом большее. И во времени получаю увеличение. Даже в этом случае переход является частью движения, другой частью которого является следующей, тем самым большее. Логично поэтому, что следующим шагом после двух видов счета является мышление собственного перехода. Не перехода к чему-то, не перехода от чего-то, не перехода к чему-то, а собственного перехода, как самостоятельного некого события, которое самостоятельно мыслим. Чтобы это произошло, мы должны различить форме мыслящую и чувственную сторону. Ну, действительно, если форма уже в указывании, вот-вот, форма воспроизводит себя, то это предполагает, что форма воздействует на себя. Воспроизводит себя, значит, воздействует на себя. А воздействие на себя буквально означает, как мы говорили в прошлый раз, буквально означает, что в форме есть сторона деятельная, та, которая действует, и форма страдательная, на которую действует. Форма деятельная, деятельную мы назвали мыслью, форму пассивную мы назвали чувством. Форма деятельная, мысленная форма есть действие, чувственная форма не есть действие, она равна самому себе, она остается одной и той. Это тоже логично вытекает из бездействия, из пассивности. То, что пассивно, не меняется, не имеет в себе источника перемен. Поэтому, собственно говоря, на… Почему предмет меняется, да? Может, пассивен тоже? И вообще здесь есть некого рода скачок, который говорит о том, что раньше у нас форма не менялась. Наоборот, была та самотождественная. А теперь форма меняется. То есть, чувственная форма остается, форма как она есть, а после чего форма, она меняется? Ну, я в прошлый раз вам на это ответил, но я больше ничего нового не добавлю. Что главным является обнаружение того, что форма является причиной предмета, прежним предметом. И, собственно говоря, то достижение, с которым мы нянькаемся уже много лет, заключается в том, что, чтобы быть причиной, форме достаточно быть актуальной. Все. То есть самотождественная. Да. Самотождественная. Равная щитая. Равная щитая. Этого достаточно, чтобы быть причиной предмет. Так никто никогда не рассуждал всегда. Ну, мы говорили о том, что форма должна быть определенной, чтобы быть причиной. Ну, поэтому, по-моему, следует, что форме не надо быть деятельной специально. Она и так актуальна, и так является причиной. А форма изначально самотождественная. Ей не нужно быть еще раз отдельным деятелем, чтобы доказывать свою самотождественность. То есть она изначально самотождественна, и эта самотождественность равна тому, что она является причиной. Ну, я бы сказал наоборот. Смысл ее причинения того, что она причина заключается в том, что она равна себе. Ну, а дальше происходит движение, которое мы обсуждаем. Поскольку форма достигает некоторого результата в своем владении на предмет, а именно на предмет возникает, то поглощает с собой форму. Поэтому форма должна меняться в концепцию. Форма приходит к тому, что она должна воспроизводить себя как форма. То есть воспроизводить себя как плечи. Продникает указывание. Вот-вот. А указывание по смыслу – это уже воздействие формы на себя. То есть воспроизведение, указывание. Указывание существует в виде воспроизведения. И форма ВОЗ производит себя, то… Ну, даже, может быть, в самой идее воспроизведения нет этого разделения на активное и пассивное. Но движением, которое мы рассматриваем подробно, мы приходим к этому различию. Что получается? Получается, что вот в этом движении вот-вот форма различает себе самой активную сторону и сторону пассивную. Сторону деятельную и сторону равную себе. Получается следующее. Мы делаем это различие. Получается следующий факт. Самый важный на этой стадии, по-видимому, факт. Он заключается в том, что форма, мыслящая форма отличает себя от чувства и сознаёт себя деятельной, действующей, лишь в мышлении перехода от одного к другому. То есть, в данном случае, у нас уже позади порядковый количественный счёт от единицы к двойке. Именно в переходе от одной единицы к другой единице. Лучше так говорить с одной единицы к другой единице. В мышлении перехода или мышлении воспроизведения чувственной формы, мыслящая форма отличает себя от чувственной и сознаёт себя как форма деятельная, действующая, активная. Именно в этом мышлении перехода, когда как бы чувственная форма находится между одной и другой единицей, условно говоря. Мы выразили это так, что переход мыслится как переход, воспроизведение мышлится как воспроизведение. Болик Милович, тут у меня новая страна, форма что воспроизводит? Она же воспроизводит сидя. Почему здесь это между единицами? Ну, это метафора. Поскольку переход мыслится как переход, не как переход от чего-то к чему-то, а как собственно переход, то метафора может быть оправдана. Как бы между двумя единицами. То есть между двумя воспроизведениями? То есть есть одно воспроизведение и другое? Ну, вообще воспроизведение как раз и есть переход. Воспроизведение и переход – это одно и то же. Вот мышление перехода как перехода возможно только тогда, когда форма в себе различает сторону мыслящую, активную, деятельную, и сторону чувственную, пассивную, равную себе. Тогда мы действительно можем мыслить переход как переход. Мыслим одну единицу, мыслим переход и мыслим другую единицу. Обе единицы мыслятся нами как стороны перехода или стороны отношений. Мыслим переход на мыслим отношений, мыслим воспроизведения мыслим отношений одной и другой единицы. Но окончательно, когда мы помыслили единицу, переход и другую единицу, единицы предстают как стороны отношений, которые мыслятся как самостоятельно опосредующие. Это не переход к чему-то, а некое состояние, которое мыслится как… Он не может вообще самостоятельно оповеснить в воздухе. Но оно мыслится, когда мы мыслим переход как переход, когда мы мыслим воспроизведение как воспроизведение, мы тем самым мыслим отношения двух единиц как некое опосредование, чистое опосредование. В том смысле, что оно не совпадает ни с тем, откуда происходит переход, ни с тем, куда совершается переход. Как было при счете. При счете всегда переход был, как говорили, переход к следующему неотличим от следующего. Мышление следующего – это то же самое, что мышление перехода. Теперь мы переход мыслим как переход. И две единицы являются сторонами этого самого перехода. Вот одно единицу в другое. Отсюда следует, что мы… И именно вот мышление этого опосредования, этого отношения, этого перехода… Именно здесь мысль, мыслящая форма отличает себя от чувственной и сознаёт себя как действие. Именно в мышлении вот этого перехода как переход. Понимаете, из единицы, если взять просто единицу… Вот мы определили, указываем, просто вот… Единица – это же чувственная форма, да? Да. Она дождись на себе. Мы её указали, и всё, ей ничего не страшно. Да, мы указали, но мысль никогда не возникнет… Развлечение в форме никогда не возникнет на почве единицу. Только на почве перехода от одной единицы к другой единице. В коричневом счете это была двойка. Но здесь, поскольку переход мыслится как переход, это уже не двойка, а просто другая единица. Конечно, счёт получался иначе. Так или иначе, там переход в определённой степени совпадал с тем, к чему переход совершается. Поэтому был счёт. Один, два, три. И два больше, чем один. На этот счёт. А как только мы помыслили отношения как отношения, то они превратились в две единицы. Ничего кроме единиц уже нет. Уже оснований говорить про два, три, четыре нет. Тогда, когда мы помыслили отношения между предметами как, между этими вотами, мы помыслили отношения как отношения. Как нечто мыслимое самостоятельно и опосредующее, связывающее, соотносящее два предмета. Тогда два предмета превратились не один-два, а один-один. Эти две единички являются сторонами. А почему дальше двинемся? Ну, допустим, получить двух, двое, два, а дальше почему двинемся? Потому что дальше воскресенье… Нет, мы получили отношения двух единичек. Отношения двух единичек, да. На каждом этапе никаких троих, четвертников. На каждом этапе он будет воспроизводить отношения как отношения. И будет на месте стоять один-два, один-два, один-два. Один плюс один. Да, один плюс один. Никакого не будет, ни двойки. И ничего дальше не будет, кроме там, один плюс один. Да. Так, когда мы сделаем следующий шаг, мы сделали шаг один плюс один. Благодаря рефлектирующей форме, благодаря мыслящей форме, которая мыслит этот плюс. Что означает этот плюс? Я закончу ситуацию один плюс один. Что означает этот плюс? Он означает, что они стоят рядом. Одна единица, теперь вторая единица рядом, то есть две единицы. Но один плюс один означает, что два предмета стоят рядом. Феноменологически означает. Плюс феноменологически означает, что две единицы стоят рядом. Это еще не пространство, потому что мы не можем остановиться Как только мы остановимся в движении, скажем, 1 плюс 1, и стали, стали созерцать Сразу получается, что мысль топится, пропадает в чувственной форме, а чувственная форма пропадает в предмете Это оказывается без формы, и созерцать не получается Мы сохраняем 1 плюс 1 только в том случае, если продолжаем Плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1 То есть что получается? Получается то, что я несколько художественно назвал разворачивающийся свитер В счете всегда есть предыдущее и последующее, а здесь нет Здесь предыдущим является единица, последующим является 1 плюс 1 Последующим последующим является 1 плюс 1 плюс 1 Так откуда нарастание-то выявлено? Да, а теперь вопрос о нарастании Отношение как отношение? Мне кажется очевидным, что если мы выстроили первое отношение 1 плюс 1 Если мы выстроили первое отношение 1 плюс 1, то следующая единичка, уже третья по счету Будет не отношением ко второй Если бы она была отношением ко второй, вы бы были абсолютно правы Она будет отношением к отношению Отношением к отношению первой и второй Мне кажется, что это очевидным движением Я не могу тут аргументировать, потому что мне постарается это очевидным Третья, потому что является третьим, что она не является отношением ко второй А является отношением к отношению второй первой Ну и четвертая, соответственно, точно так же Мы имеем действительно движение 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 с сознанием увеличения То есть, ну и соответственно, свиток разворачивается И это еще не пространство, повторяю Потому что оно не стоит перед нами Феномена перед нет Это не время, не пространство Как хотите называть это Разворачивающая ситуация 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 То есть, сложение И разворачивание Существование предметов вместе Чего у нас до сих пор не было У нас был простой вот-вот-вот Потом было предыдущее, последующее Потом к нему добавилось больше, еще больше Но в рамках последования Переход в сложение означает, что теперь это уже не последование А разворачивание одновременно существующих единиц Разворачивание одновременно существующих единиц Было 1 плюс 1, стало 1 плюс 1 плюс 1 Отношение к отношению Здесь единицы, когда сложение, оно же берется в их количестве Что такое единицское количество? Единицкое первое понятно, а что единицкое количество это что? Двойкое количество тоже понятно, а единицкое количество? Но у нас нет единицы Но вы говорите, что единица плюс единица Да Влад, хочется сказать одну простую вещь Говорить, что отношение следования и сложения, добавление единиц Это разные вещи Мы же можем сделать упорядочное множество Например, 1, 2, парка, горшок цветов Четверка, что там, четверка Windows XP, еще чего-то Какие-то объекты, мы можем задать следование Одно следует за другим Но ведь при этом же мы, когда мы не имеем дело с горшком цветов и партой Мы же не имеем дело с единицами Мы с идеями просто супорядочное множество То есть то, что у нас какие-то предметы, парты, цветерка, Windows XP Не напалены в кучу, перед нами лежат А один следует за другим Но из этого же не следует, что они оснащены операцией сложения То есть прибавлением единиц Совсем нет И здесь точно так же Вы получили упорядочное множество Одно следует за другим Вы даже получили определенного рода однородность У упорядочного множества В том смысле, что нет Windows XP и парты и кашка цветов А есть как бы нечто Но из этого же не следует, что вы достали единицу В некую универсальную меру И теперь можете перейти к сложению Нету такого И это да, и пару лет назад об этом же говорили Порядочный не дает нам сложения Вот этот значок Больше, меньше Ну имеется в виду количественные числа нужно А не просто порядковые Нужно получить количественные числа, чтобы было сложено То есть единицы как порядковые В смысле первые И единицы как количество какое-то разное В общем, в вашем понимании Как-то еще можно понять, что такое двойка как количество А как понять, что такое единицы как количество Потому что у вас получается, что двойка как количество Это единицы и больше Да Грошок цветов следует за партой Вот в вашем понимании Что такое тройка, скажет, двойка Что он, типа, горшок цветов, множество упорядочное Одно следует за тут Почему упорядочное? Потому что мы всем телом взяли и его так сделали Вот здесь мы горшком цветов побыли Здесь мы побыли карты Здесь мы побыли билусы в экспе Здесь автомобиль Здесь красивые женщины Здесь еще что-то Побыли, побыли, таким образом И мы упорядочили это множество А теперь нам надо вот это множество Превратить его в однородное И показать, что там есть сложение То есть есть некая константа, количественная Единичка, которую мы все время добавляем Мы должны показать, что у нас не грошок цветов следует за партой А только следует за четверкой То есть берем какую-то плюс единицу Добавим ее сюда И получили этот наш самый грошок цветов Зачем это сейчас не получается, если у нас билусы в экспе вступает в качестве отношения к отношению грошка цветов с партой? Может, у нас счет сейчас уже идет на разворачивание? Ну, так и чего? Не надо как бы путать все обозначения и суть То есть Олег Михайлович как бы переходит Он обозначил единицы и думает, что ты получил единицу Это же просто обозначил Можно обозначить, как я говорю, горшок цветов Это же смысл того, как мы обозначим Чтобы не путаться, можно не обозначить 1, 2, 3 Обозначить там парковку, горшок цветов и стул И тогда не будет этого видимости Ситуация отношения, мы же не можем сказать, что когда А следует за Б То их отношение равно единице Ну как, откуда такое следует? Ну, в случае счета, да Ну, здесь тоже не счет Ну и вообще нельзя И здесь нельзя Что отношение А к А плюс Б в любом случае равно единице И непонятно Ну, теоретически это понятно, как это происходит Потому что мы натуральный ряд, но мы как бы опять натуральным рядом Ну, вот, например, числа 1, 2, 4, 8, 16, ну и так далее, да, понимаете? Ну, здесь всякое их отношение, оно по большому счету не будет ловно единице А, ну и по младшему А ряд такой же помуществует А ряд такой же помуществует Да, два в себе не было Да, два в степени Альтмедического обмена, да Ну и какой-нибудь более сложный, можно такой забабахать, ну в числе Фибоначчи, например, вопапка. То есть интуиция, это она и ясна, да, раз у нас ничего нет, у нас только это и есть. Какая разница, двое или что-либо еще. Но это же не показано, я не знаю, вам невозможно, что это построение здесь можно разнообразить. Мы же этот вопрос уже обсуждали, мы тогда его откинули и пошли дальше. Я уже немножко не помню. Ну точно обсуждали уже. Обсуждали-то точно, что откинули и пошли дальше. Да, но даже не два раза вдаюсь точно. То есть как перейти от принципа упорядочности множества к так называемому конечному счету, используя единицу, осталось неприсненной. А чего к чему? От упорядочного множества. А я получу это количество. От упорядочного множества. Ну когда я говорил с XP, вы на любом, любое множество, что такое упорядочение? Когда берете любое множество, что-то у нас там приметы Навальный какие-то, мы можем упорядочить и сказать, что одно будет следовать за другим. Ну камень, ножницы, бумага. Один пьет другого, то-то-то-то. Оно просто там циклическо замкнут. Камень, ножницы, бумага. Известная штука. Она циклическо замкнута. Там у нас есть некое тоже порядочное. Можно бесконечно порядочно сказать, что вот такой элемент здесь самый большой, а такой элемент здесь самый слабый. Ну пешка, конь, слон, ладья, ферзь и король. Порядочное множество? Порядочное. Так, и что же? Вот мы получили упорядочный порядок. Единица где здесь? Теперь нам надо понять, что когда от слона переходим к ферзьи, нам надо бы говорить, что это у нас операция прибавления плюс единица. Где это есть? Как мы из этого можем понять? Нам не хватает единицы? Да ее вообще нет, да. Конечно нет. Там, где вы на множестве шахматных фигур, единицы нет. Ну совсем нет притом. Множество порядочного, но счета сложения там нету. Более того, в дебюте. Ну подожди, Игорь, все-таки мы в качестве исходного имеем не просто некоторый набор предметов. Мы имеем воспроизведение указывания, в котором форма удерживает себя в качестве причины. Вот-вот-вот это не столы, стулья или морковки. Да. И именно из этого воспроизведения вытекает дальнейшее движение. Поэтому из того, что пятерка следует за четверкой, не следует, что четверка плюс единица. Откуда взялась эта единица? Будет равно пятерка. Не следует. Нет, в общем, в этом пункте я с тобой согласен, Олег Михайлович. Вот без того, чтобы получить единицу как единицу, вот этот переход к сложению вообще выглядит невозможным. Честное слово. А можно здесь еще сказать, которые у меня тут случится? Я не знаю, какое иметь отношение, может даже никакого. Я вот все время думал о матрешках. Они вложены одна в другую. Да. Вот как бы вот это постоянно разворачивание этих матрешек и так далее. Мне кажется, в этом что-то есть. Нет там никаких ни единиц, ничего, но как бы вот эта некая вложенность одного в другого. Ну, врачное множество. Вот так вот. Поэтому Игорь Николаевич. То есть, когда мы находим до состояния, что мы мыслим не просто переход от одного к другому, да, а переход, который относится не просто к предыдущему, а к отношению предыдущих элементов, то тогда получается у нас вот именно разворачивание. Потому что у нас мы относимся в каждом следующем элементе ко всему предшествующему. Эту стадию Игорь называет упорядоченным множеством, что, на мой взгляд, не очень логично. Ну, Бог-то с ним, это выбор слова, неважно. Вот это вот разворачивание, действительно, мы это мыслим. Я только вот присоединяюсь к возражению Игоря в одном пункте. Это разворачивание непонятно почему можно считать сложением. Потому что, чтобы было сложение, у меня должно быть понятие количества, которого у меня до сих пор нет. Но для того, чтобы было нарастание, количество не может. А здесь не просто нарастание. Нарастание у нас было. Когда вся матрёшка и матрёшка ещё больше, отличаются не плюсики. Я же это и вижу. Да-да-да. А у нас это уже, у нас это стадия была. Когда мы просто переходили от предыдущего к последующему, от меньшего к большему потом. Вот просто к большему такой переход у нас был. Сейчас мы сделали следующий шаг. Это не просто к большему, а отношение от полагаемого нового ввод как бы удерживается ко всему предшествующему. Именно в этом смысле разворачивание. Это же не просто больше, а вот как бы происходит. Вот здесь интуитивно понятно, что должно происходить количественное нарастание. Но у нас нет количества вообще. Вот в чём проблема-то. У нас такая категория как количества не возникла. Ну как же. На стадии самой первой. Мы же вот-вот-вот, исходное. Для данного движения исходное. Мы об этом состоянии вот-вот-вот ничего не можем сказать, кроме того, что это множество. Много. Это ведь и есть количество. То есть количество лежит в основе всего движения. Нам вне нечего сказать, от ситуации вот-вот-вот-вот нам больше нечего сказать. Только одно слово. Количество в смысле мира, Эмь. У�. Не . в смысле, что много, количество в смысле единицы, в смысле сколько? 1 метр, например. Понятно, что как вот этой единице должно стать положение указания. Разница между 5-ю морковкой и 5-ю морковками есть. В общем, это указание должно превратиться в единицу измерения. Но этот ход мы не обсуждали совершенно. Потому что просто неопределенное множество – это не количество. Не-не-не, просто количество имеет два смысла – в смысле порядка и в смысле, собственно, какой-то меры. Ну, как здесь слова не выбирают? Понятно, чего не хватает. Да, понятно, что вот, например, ферзь – пятая фигура, как получается, по силе. Ну, блин, ну, оно не число пять, в смысле количественных мер. Пятая фигура. Кого шестая? Ну, подождите, вы согласны с тем, что мысль отличает себя от чувства и сознаёт себя действием по отношению к чувству? только, когда мыслит переход, как переход. А разве мышление есть? У нас уже давно есть – вот, 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 вот. А теперь появилось – вот, переход сам по себе, и снова вот. Я называю это сложением. Почему нет? Было одно – вот, стало два – вот. Мы считаем последовательным счётом. Просто операция порядочная дана теперь вам как операция порядочная, ну, и как операция сложная. Олег Михайлович, я бы это так сказал. Конечно, за счёт того, что мы отличаем мысленную форму от чувственной формы, мы мыслим переход в качестве перехода. И вы правы, что может быть, то есть, пожалуйста, это вопрос терминологии. И этот переход можно обозначить как плюс. Но вот возражение Игоря, к которому я присоединяюсь, состоит в том, что нет единицы. Нет единицы, как количество, которое бы соединялось вот этими самыми плюсами. Потому что эти самые вот, они у нас не стали единицей количества. У нас было всё время некоторое неопределённое, а в этом неопределённом мы производили некоторые развлечения. Но сейчас мы всё, что мы выделили за счёт развлечения формы чувственной и мыслимой, мы различили как бы переход от одного ввода к другому. Но сами вводы при этом единицами не стали. Поэтому это, конечно, плюс, но этот плюс висит в воздухе. Он не связывает два количества вместе. Поэтому это ещё не какое-то сложение. В сложении должны участвовать определённые количества. я почему-то не понимаю совсем. Хоть убейте. Если есть ввод, есть переход отношений, есть ввод. и оба ввода являются сторонами этого отношения. Да. Вы говорите, что каждый ввод должен быть до этого каким-то количеством? Он становится количеством, когда он... Ну вот у нас пятёрка есть. У нас получили, взяли, посчитали ряд. Пять, четыре больше. Три, два, один. И... Ну вот, взяли его, положили здесь самостоятельно. Вот этот, знаете, больше, да? Вот этот самый переход, двойка. Таким образом. Ну здесь шестёрку можно взять. Так вот, здесь вы никогда не покажете, что вот здесь, что у нас здесь есть однородность и... Ну что это? Одинаковые операции больше. Что операция плюс единица? Операция вот эта больше, она то же самое, что плюс единица. Это не докажется. Ну, по крайней мере, не видно это никому здесь, кроме вас. Что все, тем больше, они... Ну, условно говоря, как я вот задавал вопрос. Можно сказать, что двойка – это количество, но как вот оде, как вот сказать, что один – количество? Один – это ведь, эти не количество. Пока один не сделаем количеством, их складывать еще не... То есть то, что больше – это очевидно. Операция очень много. Не вытикает, что количеству, именно один а, escape. Вы добавляете не просто единицу второго, а это количностная единица, а не просто единица такая же, как первая. Первая – это порядковая, она просто первая. И вы добавляете некое количество, которое называется единицы плюс один получаете текое другое число вы никак не доказать что это плюс один это количественное как ее найти в порядке просто переходим от одного к другому и все этого достаточно чтобы организовать порядок каким-то способом переходим разным а как доказать что вот мы количестве прибавляем и получаем второе количество откуда возьмется почему плюс единица это количество почему если вы сумели это сделать то понятно почему двойка количество тройка все понятно как единица количество как это количество изначально делай откуда что тогда это единица должна быть пополучить нет вот последняя фраза леву михаловичу свидетельствует что по его мнению само выделение перехода как перехода а почему плюс единицы а не плюс десять или там не знаю плюс любое число ряд то же самое подожди подожди какая разница отношение перехода от одного вот там другого вот вычленение его в качестве именно перехода превращает оба эти вот а от одного к другому в единицы то есть уже в количестве нам смысле в единицы но право слова и это непонятно и если они являются сторонами отношений если они являются сторонами отношений и они не неразличимы один вот другой вот они совершенно близнецы и они мысли со сторонами отношения тоже зачем больше нет дело то что самое интересно что больше то для всех вот видно да что количество есть а единицы ничего не больше нет вообще непонятно что не больше единицы то есть вырождены не очень сильно повезет у нас две единицы да в этом-то и фишка конечно они должны должно происходить накопление единиц между которыми плюсики на самом деле игорь тоже вопрос задал интересный что до чего должна быть доказана однородность это тоже еще как бы пропущено здесь после ш谢aders обычно мы нарастаем это здесь какие-то однородности они просто сейчас какие-то они на непонятно что нет cyclic антаре г Clearen больше и больше не range и можно непонятно че не 11 лет вот с однородности как раз помню все легче потому что однородность есть потому что изначально что делать воспроизводилась в воспроизводилась одно и тоже из это то что это было настолько одно и то же, что у нас порождало отдельную проблему, которая в разные моменты формулировалась по-разному, но например она формулировалась так, когда я воспроизвожу то же самое, я что делаю, я воспроизвожу как бы буквально то же самое, или я воспроизвожу другое такое же, они были настолько похожи, что это был для нас вопрос, и нужно было их различить, поэтому нет. Однородность, она вытекает просто из предыдущего движения. Это ладно. Но, чёрт. И это, я могу даже, это будет уже совсем сложно. Могу даже объяснить, что здесь ещё непонятно, не обязательно однородность будет. Совершенно непонятно. Ну ладно, не буду. Что-то какие-то они проблемы сегодня. Это всё Анатолий. Начал с какого-то лакана и дальше пошло только хуже. Нет, в метафизическом смысле, Игорь, ты прав. Какая-то однородность изначального построения. То есть, понятное дело, что можно математически хитрить, но мы же обладаем каким-то ограниченным количеством постулатов. У нас есть история, как это всё было получено. История снимает это сомнение. Это ладно. Но каким образом выделение перехода как перехода превращает их в количественные единицы? Уделение перехода как перехода делает их одновременными. Мышление перехода как перехода делает единицы одновременными. А если они одновременные, то я это и называю плюсом. Они одинаковы. Не однородные, а просто одинаковые. Другое точно такое же. Исходная ситуация. Вот они одинаковы и они вместе даны. Мышление перехода как перехода дает нам одновременность, чего не было прежде. Я это называю прибавлением, сложением. Не прибавлением, а сложением. Потому что фирменологически мы мыслим. Тут еще раз. Мышление перехода как перехода дает нам одновременность. Мне этого достаточно, чтобы сказать, что это плюс. Ну и когда у нас есть последовательность, то есть операция упорядоченная. У них тоже положено двойка единицы и тройка и четверка все положены одновременно. Но тем не менее, плюса нет. Как одновременность можно дорисовать шестерку слева? И что? Юрий Михайлович может дорисовать? Это неправильная иллюстрация. Потому что у нас когда единицы получаются... Потому что больше или больше, чем меньше? Отношение упорядоченного, то есть вот этого больше, оно снимается на этом этапе. То есть здесь уже нет вот этого больше, больше, больше. Ну и все равно возьмешь четверку и тройку. Четверку и тройку. Положил их одновременно. И здесь они тоже четверка и тройка. Но из этого операция больше, операция меньше. Она не превратилась в единицу. Так мы не берем четверку и тройку. Мы берем неразличимые воты. Берем их одновременно. То есть мы шлим вот, мы шлим переход. И мышление перехода как перехода дает нам то, что новое вот мышлится вместе одновременно со старым вот. Вот. И это сложение. Убей Бог. Это сложение. Они вместе. Это означает, что у нас две матрешки мыслится. Они вроде бы одинаковые, но одна после другую. После. А после они плюсы. Они не после, а не вместе. Говорится же, что с ней... Ну после, ну какая разница. Ну а порядочная. Нет, большая разница. То есть у нас пара упорядоченная, да. Что любая пара, пара как бы чисел, но упорядоченная это множество. Из этого же наследует история. Не, послушайте. Чисто формально, вот в рамках этой теории, ты свое обозначение формулируешь просто неверно. Потому что, действительно, для упорядочивания, упорядочивания достаточно больше. Но больше это такая форма мышления ввод, когда мы мыслим ввод одновременно с отношением к предыдущему. Да? То есть ввод неразрывно связано с отношением к предыдущему. Причем само предыдущее нами не выслилось. Здесь же мы мыслим переход от одного ввод к другому ввод. И причем сами эти ввод также мыслятся в качестве вот этой вот тройственной ситуации. Когда происходит переход дальше, то мы мыслим следующее ввод, относящийся ко всей конструкции целиком. То есть, как бы действительно происходит наглядное увеличение. Поэтому это не упорядоченное множество. Это что-то другое. Я только не могу понять, почему это действительно количество, увеличение количества. Это совершенно точно абстрактные, совершенно единицы, связанные ясным отношением. И это действительно разворачивание, но... Я не могу назвать... Вначале же вопрос, почему единицы-то? Просто два вот. Почему они единицы? Ну, я говорю... Рассматриваются одновременно? Я понимаю, я понимаю. И это тоже для меня проблема. Потому что я сказал единицы, просто чтобы мне это удобнее, чем уговорить ввод. Было один ввод. Причем не просто один ввод, а много-много ввод. Мы выхватили какое-то одно. А теперь выхватили два ввод одновременно. И что? Потом выхватили три потончики. И что это нам дает? Мы должны знать количество до того, чтобы сказать, что это четыре ввода. Мы должны четверку знать до того, как увидели четыре ввода. Не четыре ввода дают нам четверку, а мы знаем, что такое четверка. Видим четыре ввода и говорим, что и тут четыре. Наоборот, логика. А не так, что четыре ввода дают нам четверку. То есть количество мы знаем заранее, до того, как мы берем что-то дважды или трижды. Ну, тогда мы садитьсяем четверку, Влад. А здесь мы ее получаем. Если после двух единиц, пусть вот, пусть единицы, собственно, я не различаю, вот и единицы. Я просто говорю, что если мы ясно мыслим переход как переход, то это дает нам одновременность двух вод. И уже, поэтому вторая уже не является двойкой, она остается единицей. Это она в количественном счете была двойкой, она была больше. А здесь на каком основании говорить о большем? Просто связано отношением, связано опосредованием два вода. Это второй уже не второй. Он просто рядом, он одновременный. Второй по определению после. Почему? По строению. Закавычное отношение двойки и тройки будет равно единицы. Единица же совсем не некое закавычное отношение. Оно вот что-то такое изначально строящееся, вод какой-то. Почему здесь она в качестве закавычного будет выступать в качестве единицы? Не вступает она так? Еще раз, Игорь, я... В качестве единицы выступают не отношения, а выступают указания. Но это не снимает моего даже недоумения. А еще раз, что у меня доумения, давайте еще раз, в десятый раз повторим. Мне не въехать все никак. У меня же стоит перед глазами мое построение, мне поэтому трудно. Есть как бы, у нас есть два последних элемента. Теперь мы эти последовательные элементы, то есть отношения между ними, мыслим как закавычное, то есть как положенное, нечто самостоятельное. Теперь нам надо показать, что вот это закавычное отношение будет та самая изначальная какая-то единица, которая у нас была в самом начале пути. Нет, мы просто в случае, когда мы сносим вот это отношение как самостоятельное, мы тем самым рефлексируем вот эти два указывания как одно и то же, тождественное. То есть, собственно, как единицу. Услово «единицу» лучше забыть, потому что есть единицы первого и есть единицы мыслим количества. Они же одинаковые. Давайте мысли как ноль. Нет, пожалуйста, как... Вот, там приводилось, к примеру, во всем альтопиано. Там ноль считают, пустым множеством. Опа! И где же там единицы-то? Ну потому же там ноль, это пустое множество, точнее говоря, работает именно как единица. И вот это название пустой множества только сбивает с толку. Нет, это единица сбивает с толку. Мне говорят, поэтому лучше нам сказать, что это не единица. Нужно какое-то основание для операции, да? Потому что можно было определять сложение или умножение. Да. Если мы понимаем одно и другое. Вот мы же смотрим, у нас была тройка и двойка. Мы смотрим, понимаем, что двойка и тройка, это как бы одно и то же. Как бы одно и то же. Ну и теперь скажите мне, почему тройка, а двойка отличаются на единицу? Они не отличаются на единицу. Они на ноль. Понимаешь, ты можешь же нолем, нулем так же считать. Как в аксиматике Церемиум Пиано. Там же нулем считают. Его там считают единицей, не подожди голову. Мне кажется, здесь не хватает некого еще последнего. Да, еще вот столь множества, работает как единица. А последующие возглавы? Я вот раньше говорил, что надо считать не сами эти воты, а надо считать на самом деле переходы. То есть переходы надо считать. Не хватает понятия раз. То есть вот это вот, некого раза не хватает. Где считают разы, сколько раз. Ну, у нас это по определению такая картинка невозможна. Это мы берем и считаем эти. Ну понятно, ты хочешь плюс один получить. Ну, Балат хочет сказать, что когда вот есть группа матрешек, мы еще сидим рядом и считаем, вот, это первая матрешка, это вторая, это третья, это четвертая. Ну разы, сколько раз. Да, сколько раз матрешек мы им посчитали. Тогда да, большевок еще больше плюс единица. Но этого нет. Потому что у нас последовательность, которая перед нами разворачивается, она сама собой разворачивается. Она не номинируется натуральным рядом и значимым. Поэтому и в аксиоматике пиано точно так же. Его в этом пустом множестве не является единицей. Оно только в каком-то смысле является единицей. Почему? Потому что у тебя нету разворачивания такого. Ну это, мы уже многократно это обсуждали, этот вопрос. Каждые два года мы этот вопрос обсуждали. Единицы как в смысле первой, выбранной как первой, и единицы в смысле как бы количества. Как закавычного отношения. Как бы его ни называли так. То есть первой, можно же начать нумерацию с любого, правильно? И в каком смысле быть первым, это произвольный момент. А вот единица, которая как единица, количество, она уже не произвольна. Она уже не зависит ни от чего. Единица делается единицей в количественном смысле. Когда мы мыслим самостоятельный переход. Это у нас запонятно. Нет, у вас двойка только мыслится так, а единица, которая прибавляется. У вас двойка так мыслится? Так, а только так можно мыслить единицу. Счет, как говорит Аристоте, начинается с двух. Единица при этом не исчезает. Но единица становится единицей только когда есть два. Два-то у вас может быть есть, а как вы прибавили к единице, чтобы получить два? У вас нету один плюс один, у вас есть просто два. Никакого один плюс один у вас нету, потому что у вас нет плюс один. У вас есть сразу два и все, потом есть три. Четыре плюсов-то нету. А что такое закавыченное, как выражается Игорь, вполне может быть удачно, что такое закавыченное отношение, то есть отношение взятое как отношение? Что это как не просто... Именно это отношение превращает все эти вот и единицы, потому что ставит их рядом. Я мыслю вот, чтобы помыслить другое, вот эта исходная ситуация. Произвожу, чтобы воспроизвести. Но в этой ситуации я само воспроизведение еще и мыслю как воспроизведение. И получается, что передо мной вот отношение и одновременно существующие вот. Почему, скажите, это не один плюс один? Я, убей бог, не понимаю. Ну давайте не называть его так, если это неправильно. Все равно у нас есть вот отношение, данное как отношение и снова вот. Что мешает этому мыслить, как плюс? Я не понимаю, но давайте не называть это плюсом. Нет, можно назвать, допустим, два. То, что происходит увеличение, это да, потому что уже в идее одновременность есть увеличение. Если мы помыслим треть, вот это очевидно будет отношением к отношению. Да, потому что мы у вас задаем вот так вот. Взяли, но вообще есть такое множество порядочной стороны. Вот и устроим его. Мы говорим, что это просто новый способ порядочения. Раньше упорядочили как следующий, а теперь упорядочили как вот. Взяли дважды, взяли трижды. Тогда я что-то почему говорю? Но это же не плюс. Это просто другой способ порядочения. Надо, чтобы добавить плюс, надо понять, что такое единица. А его нет. Единицы-то нет. Есть просто дважды, трижды и так далее. Так а что дважды, трижды? Вот дважды, вот трижды. То есть у нас получается как бы два есть, но двойки не существуют. У нас есть указывание в год. У нас есть вот с переходом. У нас есть вот переход и вот к которому перешли. У нас есть нарастание, вывеличение. Насколько наименований не хватает для ввод. Понятно, что возникает это недоумение, Алик Михайлович. Потому что все-таки всяческий раз вы берете и все эти вводы считаете. А вот попытка-то мыслить так, что эти вводы не считают изначально. Они не считают, потому что как бы нет вот именования, как бы счетных единиц. Они, как бы их можно увидеть, помыслить, созерцать, как бы увидеть вот это увеличение, но нет имени. Нет того, чтобы можно было наименовать как единица, двойка или тройка. Два есть, но двойки не существуют. Вот есть как бы наблюдаемое левое, правое, не знаю, вот и вот удерживание мыслей вот этого. И это нечто другое, чем просто было. Да, и это отличается от вот этого. Но в чем отличие, мы не понимаем. Но нет имени. Есть двойка, два, но без двойки. Вот как бы без знака. То есть у нас есть просто, есть вот так вот, это разное, есть оборостание, но в чем смысл, это разница, мы не понимаем. Здесь есть гипотеза не только отсутствующего отца, но еще и отсутствующей матери. Ну так, в этом все есть. Уже точно это сходится. Но я не понимаю, вот это один плюс один плюс один, это все-таки, было еще возражение, что единицы нет, поэтому нет и один плюс один. Единицы как количество. Это тоже возможно, на самом деле. Это как бы единицы нет, потому что это тоже, ну, оименование. Количество на единице нет. Есть первое, количество на единице нет. То есть единица как какой-то мер. Ну, грубо говоря, взять его только постой. Вы сказали, а она вот третья по счету. Ну, это же третья по счету, это не то же самое, что 3, 1, 1, плюс 1. Ну, хорошо, а как мы назовем эту процедуру? 1, плюс 1, плюс 1. Вот, хорошо, нет, здесь 1, плюс 1. Упорядочено. Нет, у порядочивания не годится. Почему? Ну, все упорядочено. Упорядочено множество, направленное множество получили. Следование, развёртывание. Да, следование, развёртывание. Не, на самом деле, поможем на умножение, конечно. Ну, умножение мы отличим от этого, я надеюсь. Нарастание. Да, умножение, всё-таки, это ещё другая процедура. То есть характер связи будет другой, и, соответственно, будет другой, вот, и разговор. Всё упорядочено, последование тоже упорядочено, увеличение упорядочено, теперь вот такое, 1, плюс 1, плюс 1. Или вот там, рядом, рядом стоящие, мы не можем сказать два, да, что мы... Матрёшка, да, Матрёшка дальше. Кроме как, 1, плюс 1, просто даже не сказать, вовсе не с математикой. 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, да, хорошо, нет ни одного, нет двух, нет трёх, есть только ситуация... Очень хорошо, и считай, нет одного. На момент, конечно, дошло. Считай, нет одного, есть ситуация с таким же успехом, как нет двух, по той же причине, что не двух, я только что собрали, наконец. Ну, тебе готовить ещё немножко подынуть, может, конечно, и трёх тоже нет. Да. Чёрт. Я смотрю, это есть... Четыре-то будет, слушайте, ну, это святое. Это мечта всякого настоящего мыслителя, бесконечное мышление. Нет трёх, нет четырёх. И каждый раз это результат мучительного усилия мысли. Но всё равно как-то это назвать надо, 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, потому что нет ни одного, ни двух, ни трёх, а есть вот 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Что это? Что это такое? Это уже не время, мы, то есть, мы имеем дело со временем. Со временем как стрелой, со временем как нарастанием, увеличением времени, но это уже не время. Это уже другое, потому что они вместе. Ну, протяжённость единственное, что приходит к поводу ещё, то есть несказанному, а может, сказанному. Протяжённость. Ну, протяжённость и пространство одно и то же. Да, ну вот оно. Протяжённость должна возникнуть на стадии целого, с цепом. Когда мы от умножения перейдём к целому, мы получим, собственно говоря, вот да. Потяжённость. А вот если бы 1, а потом 2, а потом 3, это разы было бы, то мы бы получили и количественный ряд. Ну, разы мы получим, я надеюсь. Разы-то мы получим. Так, может быть, там возникнет, там вот как раз количественный ряд. Те разы. Потому что в данном случае мы как бы получаем ряд, и он, конечно, какой-то там предвосхищает все другие, что количество ряд, но мы наименовать его не можем, потому что у нас количества как бы нет. Ну, это будет вообще революционная философия математики, потому что единицы нет. Ноля нет, чёртно с ним, не жалко. Единицы нет, сложений нет, а зато умножение даст нам натуральный ряд наконец-то. Тут просто все обалдеют, это никому нельзя подсказывать. А вдруг на самом деле действительно умножение, первичное сложение. Почему так? Я не вижу тут смеха на самом деле. Да, но... Потому что разы вот эти, это не даёт количества разы. Как раз, дай ещё раз. Не, ну на самом деле, вот это даёт количество. Сколько раз? Ну, вы опять скажете, что дважды один нельзя сказать, потому что нет двух. Я постараюсь получить дважды, дважды... То, что можно было бы назвать дважды один, если бы у нас была единица, двойка... Нет, нам и не надо дважды один. Нам достаточно ещё два раза получить что-нибудь. Два раза. Что-нибудь получить два раза. Не важно, даже если ты горшки. Ну, слушай, мы уже получили... Мы... 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 Мы получили... Одна единица, другая единица, отношения... Это же не то. Надо получить что-то два раза. Так вот тебе вот получено два раза. Вот получено бесконечное количество раз. Это понятно. Надо вывести, что именно разы дают количество. Но мы здесь мыслим отношения между положенным ввод и другим положенным ввод. И ясно мыслим между ними отношения. Поэтому, если тебе просто нужно получить что-то два раза, вот тебе оно. Два раза положено ввод с ясным отношением между... Эти оба ввод являются сторонами этого отношения. Да. Это как бы церковная ситуация. Это не просто... Надо два раза получить отношения. То есть два раза чистое отношение зафиксировать. Раз отношение, два отношения. Посчитать отношения. А не сами идти ввод. Ну, отношение к отношению тоже вроде бы ясно. Да, это тоже есть. Тоже ясно. Отношение к отношению в этом есть. Отношение к отношению... Вы же, что это не дает количество? Бог славит, может быть, единицы-двойки нет. Но отношение к отношению не дает количества, я это еще меньше понимаю. Условно говоря, третий ввод относится не ко второму, а к отношению. Второго, первому. Это совершенно очевидно, на мой взгляд. То есть перед нами отношение к отношению и так далее. Мне-то на самом деле тут есть проблема, как мне кажется, что как бы мы ни пытались количество вести, мы должны его заранее знать, чтобы узнать его в какой-то процедуре. Но не знать, а скорее назвать. Нет, мы должны понимать, что такое количество заранее, чтобы увидеть в какой-то процедуре. Мы же увидим. Мы увидим, потому что мы заранее уже об этом знаем. Ну ладно, это все возникает из-за того, что мы же занимаемся не созданием мира, а мы анализируем имеющуюся у нас мысль и то, как она действует. Поэтому в некотором смысле, конечно, результат предан. А вот уж не это. Мы-то как раз мир посоздаем. Нифига. Да, я тоже нифига. По-моему, мы, да, нуля-то, по-моему, тоже не творим, если кто-то покажет, не выводим. Сейчас, вот так на камеру подтверждаю, я не с ними. Они будут говорить в окофре, анеологи. Почему? Ну, это самое, как сказать, говорю или настаиваю именно на наименовании. Потому что есть в Африке некие времена, которым, в счет неизвестен, их есть только один, два и много. Однако при этом, как бы, в мышлении они удерживают количество стада, которое имеет количество детей. И могут его... То есть больше, меньше не понимают. Они знают разницу между больше, между меньше, между не хватает. То есть все эти операции мысленно, только нет названия. Поэтому они переговорят, скажем, это было там две, 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 две Луны назад. Типа того. То есть именно вот, как бы, здесь возникает... Разы у них есть, то есть умножение, у них есть сложение. У них есть представление, как бы, вот это вот удерживание в мысли, как сказать, всех этих вотов и прочих-прочих. Нет только названия, нет только наименования, нет только вот этого, как бы, выхватывания из всего потока то, что можно было бы озаглавить там двойка, тройка, единица и прочими вещами. много это когда больше бесконечности ну есть как было много то есть как сказать есть один-два и все слов нет слов нет нет названия не ну они главное интересные слова возникает из нашей деятельности нам нужно делать они возникают но и получается не нужны они может чтобы жить потому что мы шли и в голове без слов это слова не нужны экономия такая нет а именно делаю что хитрее что один-два и много вот именно так я же говорю один-два и много ну и все реально не то что у них слов не хватает а вот реально вот такая вот три слова хватает при этом если он попасть у 5 коров он позже 21 нет я имею ввиду другое это я означаю что пасет коров много он знает что пасет коров ну да но при этом он между двумя много он ясно знает разницу вот 4 это у меня 8 до этого он не может провести этих домой четыре коров то есть у него петель у него нету он вернут паспорт домой вечером не может но его есть просто одно и другое нужно одно а другого ему не нужно пока не будет 5 он не 6 тоже не может это другое это не лучше не больше вопрос на другое а нужно принести то что то чтобы все на сегодня спасибо